В ночь на 4 февраля 1943 года десантные корабли Черноморской флотилии вышли из своих бухт и направились в сторону Новороссийска. Порывистый ветер дул с гор и гнал низко нависшие тучи. Море штормило, десантные корабли сильно качало, а в лицо морским пехотинцам хлистала ледяная соленая вода. Основному десанту было приказано высадиться в районе села Южной Озерейки, соединиться с воздушным десантом и развить свое наступление на Новороссийск. Также в районе поселка Станички высаживался второй, малый десант, который должен был дезориентировать противника, создав впечатление десантной операции на широком фронте. Но немцы разгадали планы советского командования. В районе высадки десантников встретил плотный огонь из всех видов оружия. Батальон 255-й бригады морской пехоты, который первый высаживался на берег, буквально растворился в огненной пучине. Корабли, один за другим подходившие к берегу, накрывались артиллерийским огнем у самых причалов. Пристань вся была запружена, и к ней уже не могли подходить другие суда. Успевшие высадиться десантники освещались прожекторами, трассирующими снарядами, взрывами и осветительными ракетами. Танки замерли, подбитые вражескими снарядами. Десантная операция потерпела катастрофу. Город-герой Новороссийск расположен на юго-западе Краснодарского края, у побережья Цемесской бухты Черного моря. Новороссийск является крупным промышленным городом и имеет самый большой порт на Черном море. Город является узлом шоссейных дорог и конечным пунктом железнодорожной линии от Краснодара. То же самое было и тогда, в годы Великой Отечественной войны. Немецкое командование обратило свое внимание на город Новороссийск во время битвы за Кавказ в 1942 году. Овладение этим городом позволяло далее производить наступление вдоль побережья Черного моря по направлению к Батуми, в то время как немецкие войска штурмовали подходы Грозному, Орджоникидзе и перевалы центральной части Кавказского хребта, силы 11-й немецкой армии, 5-го армейского корпуса и 3-й румынской армии 19 августа перешли в наступление, нанося удары в направлении станиц Абинская и Крымская. Вспомогательные удары были направлены на Темрюк и Таманский полуостров. Войска Новороссийского оборонительного района под командованием генерал-майора Григория Петровича Котова уступали вермахту в численности, по артиллерии и минометам в 7 раз, по пехоте в 4 раза, по танкам и авиации в 2 раза. Но несмотря на это вермахту не удалось с легкостью овладеть новороссийском. После ожесточенных сражений части 47-й армии и морской пехоты к 25 августа остановили противника. Тогда основная группировка вермахта была усилена тремя пехотными дивизиями 11-й армии, и 29 августа немцы возобновили свое наступление. Ценой больших потерь 31-го числа немцы смогли захватить Анапу и выйти к побережью. Часть советских войск при этом оказалась отрезанной от основных сил, но их успели эвакуировать морем в Геленджик. 7 сентября части вермахта пробились к Новороссийску, защитники решили не сдавать без боя ни одного сантиметра родного города. На улицах завязались жестокие бои. Имея многократные преимущества, немцам в течение четырех дней удалось захватить железнодорожный вокзал, элеватор и порт, но они были остановлены в юго-восточной части Новороссийска. До 27 сентября противник яростно продолжал атаковать советские войска, но уже не смог продвинуться ни на шаг, и потратив все свои силы, немцы перешли к обороне. План наступления вдоль побережья Черного моря был сорван. В начале 43-го года обстановка стала складываться в пользу советских войск. Под Сталинградом была окружена армия Паульса, также шло наступление Красной армии на Ростов и Донбасс. Ставка приказала генералу Тюленеву, командующему Закавказским фронтом, подготовить и провести наступление на Краснодар, чтобы перерезать пути снабжения немецких войск. 12 января советские войска перешли в наступление, и к 23-му числу оборона немцев южнее Краснодара была прорвана. Вторая фаза операции предусматривала высадку морского и воздушного десанта в районе Южной Озерейки с последующим совместным наступлением на Новороссийск. Также планировалось высадить в районе поселка Станичка для отвлечения противникам малый десант. Морскую пехоту начали готовить еще с ноября 1942 года. В ходе регулярных тренировок отрабатывалась высадка с техникой на необорудованный берег и взаимодействие десанта с кораблями огневой поддержки. Предварительная подготовка личного состава давала огромную надежду на успех. Однако, как показали последующие трагические события, организация доставки десанта и согласование действий различных, участвующих в операции формирований оказались недостаточно отработанными. Проблемы начались сразу же. В Геленджике из-за плохой организации погрузки выход десантных судов задержался на 1 час 20 минут. Кораблям огневой поддержки сообщили о задержке операции только в тот момент, когда они уже подходили к месту высадки десанта. В результате чего эта группа оказалась вынуждена находиться вблизи берега, не открывая огня, но при этом демаскирует точку высадки. Авиация вообще не получила никаких приказов об изменении планов, произведя в расчетные сроки бомбовый удар по позициям противника с последующей высадкой парашютного десанта. Когда же основной десант добрался в точку высадки, то немцы успели стянуть к южной озерейке все свои резервы и морскую пехоту встретил плотный огонь из всех видов оружия. Высадиться на берег удалось лишь первому эшелону десанта в количестве полторы тысячи человек с 16 танками. Казалось, что в огненном мешке их всех должны были сразу уничтожить, но тренировка дала свои результаты. Бои на плацдарме продлились трое суток. К сожалению, поддержать десант огнем пополнениями или боеприпасами было уже невозможно, и в итоге десантники почти все были перебиты. Лишь небольшая группа пробилась к парашютистам и была эвакуирована кораблями. Другой группе удалось уйти в горы к партизанам, а кто-то пробился к поселку Станичка, где вел бой вспомогательный десант. Высадкой основного десанта командовал вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, который был одним из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя. Также он участвовал в подготовке и осуществлении Керченско-феодосийской десантной операции, благодаря которой советские войска получили плацдарм в Крыму, но здесь, под Новороссийском, Октябрьский показал себя из рук вон плохо. Последней ошибкой адмирала был приказ не высаживать остатки основного десанта в район Станички, где высадка прошла на редкость успешно. Только после того, как корабли вернулись в Геленджик, командующий фронтом Тюленев лично приказал высадить остатки десанта на захваченный плацдарм и удерживать его любыми средствами, но момент внезапности был уже окончательно упущен. За плохую подготовку операции и неумелое руководство вице-адмирал Октябрьский был снят с должности и назначен с понижением командующим Амурской военной флотилии на Дальнем Востоке. Действия вспомогательного десанта, которые готовил и координировал контр-адмирал Холостяков, оказались гораздо более успешными. Подойдя к берегу в расчетное время, корабли открыли огонь по огневым точкам противника и поставили дымовую завесу вдоль берега. Также высадку десанта поддерживала береговая артиллерия Новороссийской военно-морской базы, которая била прямо перед штурмовой группой. 275 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Львовича Куникова буквально вбегали в разрывы своих снарядов. Огненный вал и умелые действия десантников позволили в течение часа практически бескровно занять хорошо укрепленное побережье в районе поселка Станичка. Потери десантников составили всего трое раненых и один убитый. Гитлеровцы были буквально ошеломлены, но скованные действиями основного десанта ничего поделать уже не могли. В течение ночи на берег высадилось еще три группы морских пехотинцев, и в отряде Куникова оказалось уже 850 бойцов, которые стали укреплять свои позиции, готовясь к контрудару немцев. Лишь на рассвете гитлеровцы попытались кинуть десантников захваченной ими узкой полоски берега. По десанту ввелся непрерывный артиллерийский огонь, наносились бомбовые удары. В течение суток бойцам Куникова пришлось отразить 18 атак противника, но моряки держались. К концу дня почти все боеприпасы были израсходованы, и положение десанта стало катастрофическим. К немцам же подходили новые силы, готовые вновь ринуться в бой. Тогда Цезарь Львович собрал своих моряков в кулак и атаковал артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийные расчеты, матросы захватили 9 пушек, которые развернули в сторону наступающего противника. Немцам опять пришлось удивиться, когда новую их атаку встречала их же артиллерия. Ночью 5 февраля на плацдарм стали прибывать основные силы 255-й бригады, развернутые усилиями командующего фронтом Тюленева из Геленджика, которые подходили прямо к причалу рыбзавода. Люди быстро высаживались на берег, выгружали боезапас, артиллерию и минометы. Враг, занятый боями у озерейки и скованный десантом у станички, не мог воспрепятствовать этому. В течение пяти ночей на берег были высажены две бригады морской пехоты. Стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк, доставлено несколько сотен тонн снаряжения. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч. Позже на плацдарме высадилось еще пять партизанских отрядов. К сожалению, промедление с переносом основного места десантирования позволило немцам блокировать десант и сделало невозможным наступление на Новороссийск. Однако советское командование приняло решение удерживать захваченный плацдарм, чтобы использовать его впоследствии в более благоприятных условиях. Оборона плацдарма длилась 225 дней и вошла в историю, как малая земля. Город Новороссийск был полностью освобожден от немецких войск 16 сентября 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции. Говорят, что в городе на момент освобождения в живых осталась всего одна семья, которая пряталась в одном из подвалов разрушенного дома. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийской и Малой Земли был удостоен звания Героя Советского Союза. А 14 сентября 1973 года Новороссийск получил почетное звание Города Героя. В память о тех событиях на территории плацдарма Малая Земля в 1982 году открыли мемориальный комплекс с одноименным названием. Он представляет собой выполненный в бронзе и граните десантный корабль в стремительном рывке, выскакивающий на берег.